Сейчас мы находимся с вами в кошачьем приюте, в одном из кошачьих приютов, где находятся в ожидании своего дома несколько кошек, которые ждут своих хозяев. Поэтому мы хотим немножко рассказать о нуждах приюта и о том, какие люди там работают и что они делают для того, чтобы животные обрели дом. И мы представляем вам Кристину, которая является руководителем этого приюта кошачьего. И просим ее рассказать пару слов об этом приюте, об истории, немножко и о том, о трудностях, может быть, и о целях приюта. Я начала заниматься кошками, я сама собачница, если честно, у меня по жизни собаки. Я про кошек ничего не знала. И 11 лет назад у меня получилось просто как-то по обстоятельствам спасти одну кошку с улицы. И я действительно поняла, какие они все-таки животные с такими эмоциями и с привязанностью к человеку. Я даже не знала об этом, извините. И начала вот помогать женщине, которая спасала с улицы, стерилизовала, кастрировала, чипировала, лечила и искала им новый дом. И вот так уже 10 лет мы этим занимаемся. Три года назад у меня, поскольку это очень много уходит и денежных средств, очень много, где-то может быть даже 1000, даже 2000 евро в месяц на лечение, обычно на зубы. Как к зубному. Они ходят к зубному врачу, как и люди. И тоже уходит 200-300 евро только сделать вот зуб в порядок. Ну, это так. И сделала я МТУ 58 кошек домой. Вискменка, ксакаси, ксакую. С целью, что вот у нас было в тот момент 58 кошек, и что не будем брать новых кошек, потому что у нас очень заждались кошки в приюте. Годами ждали дом. Я думала, нечестно брать новых, если наши старые жильцы еще не нашли дом. И вот такой проект сделали мы с одной женщиной вдвоем. И сколько у вас сейчас находится кошек в приюте? Сейчас у нас три года пошло, и у нас находится 19 кошек. Которые ждут свой дом. Которые ждут свой дом, да. Некоторые ласковые, но теперь у нас много ласковых нашли дом, и остались пугливые кошки. Ну, таким, конечно, сложнее найти дом, но я думаю, что они более благодарные будут. Конечно, конечно, абсолютно. И я верю в них, потому что 10 лет я всегда беру себе домой где-то по одной, по две кошки, как их, может быть, люди на улице называют дикие, но они просто пугливые. Они родились на улице, это не их выбор был. Они выросли на улице, и мы им просто дали шанс найти свой дом, настоящий дом. И они очень хорошо привыкают к людям. Они не привыкают в приюте. В приюте это берёт очень-очень долго время. Потому что конкуренция, наверное, между кошками. Все борются за любовь, за внимание. И у нас только три человека, и у нас просто нет физически времени, чтобы с ними играться каждый день и заниматься. Самое большее, они идут на игру. Вот если с ними играться каждый день по 10 минут хотя бы с каждой кошкой, то где-то 3-4 месяца, и они вот все вот такие ласковые, как у меня сейчас на руках. С некоторым идёт 8 месяцев где-то. Но это просто, это 100%. Ни одна кошка не останется дикой. Ну, конечно. Не останется. Я бы не занималась этим. Я бы просто этим не занималась. И вот очень ищем, ну вот, почесались. Очень ищем им дома, и очень ищем передержки. У нас теперь остались почти, почти все остались пугливые кошки, которые просто не умеют ещё, не умеют ещё доверять людям. Костя, вы скажите, что такое передержка? Потому что для нас это слово такое немножко новое. Это временное проживание, я так понимаю. Передержка – это временный дом. Да, куда человек, например, если он не хочет взять кошку, он там на 15, на 20 лет, и отвечает за неё, то мы предлагаем взять вот кошку пугливую, например, которая у нас, или не пугливую, на временный дом. Это значит, что у неё нет, то есть мы приносим форм, песок, все вещи, которые надо. Если надо коврачу, то мы это обеспечиваем всё. То есть вы полностью берёте на себя обеспечение? Да. Некоторые передержки, конечно, понимают, что нам очень трудно, что у нас нету спонсоров и людей, которые как бы ежемесячно нам помогают. И они сами покупают корм, и песок, и всё, как бы, что надо им для проживания у них. И тогда мы им ищем подходящий дом. Кугливые кошки привыкают где-то от трёх до шести месяцев в доме и становятся ласковыми. Если человек играется, действительно, мы приносим игрушки все. То есть вы даже обучаете, как играться с ними? Конечно, да, конечно. То есть люди, которые практически не имеют опыта общения с кошками, да, вы им рассказываете, как это нужно делать? Конечно, да, показываем, рассказываем и можем каждый день общаться, каждую неделю. То есть если какие-то вопросы, мы всегда, я всегда присутствую к этим, да. Что, да. Ну, ещё я думаю, что там, как бы, конечно, многие хотели бы взять, я думаю, животное к себе, но всегда пугает, как, допустим, другие члены семьи, там, те же кошки, собаки, которые уже есть, отнесутся к новому питомцу. То есть в таком случае, я думаю, что вот эта вот передержка, когда ты берёшь, попробуешь и смотришь, влился ли новый член в эту семью, она, как бы, наиболее оптимальным вариантом является. На самом деле, очень жду передержку, где уже, например, ласковый кот или ласковая кошка. Да, да, они же учатся друг к другу. И они учатся друг к другу. Это очень смешно. Они прям, они сидят такие с пугливой, и они начинают повторять вот этих движений, как другую гладят. Она тоже уже подходит и думает, мне бы тоже погладили. То есть они начинают... Общаться между собой, обмениваться об этом. Да, и с нашими, если думать, что вот у меня один кот, и он не привык к другим кошкам, что как он привыкнет, если я вот сейчас возьму вот взрослого пугливого кота. На самом деле, наши кошки в этом смысле очень хороший вариант, потому что они другой жизни не знают. Они знают жизнь другими кошками, и они к этому очень хорошо относятся. То есть, если даже домашняя кошка сначала будет там рычать, или возникать, что почему кто-то новый появился как конкурент, то наши кошки, они более такие, они ищут подход. Я даже могу сказать еще то, что вот, допустим, у нас, у моих детей маленькая собачка, но они ее оставляют дома одну, и она, когда они, значит, уходят, она все время плачет. И они говорят, что вот мы бы хотели взять бы котика себе попробовать, чтобы он стал ей другом, этой маленькой собачки. Но мы не знаем, вот мы возьмем, а они вдруг не приживутся. Я думаю, что это у многих такая проблема, потому что мы, как слышим, в одном окошке собачка тявка, и в другом собачке собачка тявка. Ну, потому что сидит одна. Вторую собачку заводить вроде сложно, а кошки, они все-таки такие сами по себе. Если честно, у нас сейчас пошли три пугливые кошки, ну, не разом, конечно, а по отдельности. Пошли в новый дом. Они пугливые, человека не подпускали, а подпускали собаку. Да. Они никогда не видели собаку. Мы не знаем, чтобы они видели собаку. Или большого размера, ротвейлер, или маленького размера, активная собака. Первым делом они начинают дружить. У меня фотографии есть, у меня как бы... То есть одна женщина даже начала писать книгу. У нее две собаки, две кошки, и теперь взяла нашего кота одного, такого пугливого мальчика, большого, 8 килограмм мальчик. И первым делом собака обрезала этого кота, нашего пугливого. И они просто... Вот все фотографии, которые поначалу, они вместе. А говорят, у животных сердца нету. И нету человеческих эмоций. Я не думаю, что кошка знает, что собака как-то отличается. Кошка ведь не видит себя в зеркале. Она точно не знает, что она. Действительно, немножко у них разное поведение у кошек и собак. То есть теряя... То есть та фраза, когда говорят, как кошка с собакой, может иметь оборотное значение. Абсолютно. Они нас так удивили. И собаки так помогают нашим кошкам привыкать. И у нас, конечно, всегда так, что если идут на передержку, то если какая-то проблема, то я всегда говорю, я возьму обратно. Но это всегда хорошо. Позвонят, я возьму обратно. Даже если я нахожу постоянный дом, мы выбираем дом, то он идет поначалу, где-то 3-4 месяца пробный период. Я не делаю сразу договор. А договор у нас такой, что добрый договор. Что мы просто пишем, что если когда-то в жизни такая ситуация, что вы не можете больше нашего кота содержать, то вы вернете его к нам. То вы не даете его в приюте, куда-то в приют или к какому-то третьему человеку. Но мы очень их любим. И чувствуем ответственность за их судьбу. Поскольку мы их забрали. Конечно. То есть это... Да. Что всегда мы готовы, конечно, обратно взять. Но обратно возвращали за 10 лет только пару кошек. Одну возвратили, потому что она была слишком ласковая. Даже такую? Да. Слишком ласковая. Мы же все, в принципе, как бы кошку, конечно, подбираем под себя. Потому что это... Она и становится такие, как их становятся, какие хозяева. Поэтому да, кому-то может быть нравится, кому-то не нравится. Но в любом случае это очень хороший вариант, я считаю. Когда можно животное не выбрасывать на улицу, на помойку. Действительно, просто потом вернуть. Да, да. И на самом деле люди не возвращают. Потому что, да, поначалу они сидят и говорят мне через месяц, что... Боже, ты мой, она все равно мне не доверяет. Я ей ведь корм даю, я с ней играюсь. Почему она не гладится? Проходит еще пару недель. И вот эти моменты, когда они начинают доверять человеку, они вот так происходят. Это неожиданно. Это просто неожиданно. И это, что ты испытываешь, когда начинает тебе доверие испытывать кошка, которая никогда человеку не испытывала доверие, этого чувства ничего не заменит. Извините. Да вот даже вот ласковая кошка, она ласковая, да. Она привыкает. А если пугливая кошка привыкает к тебе и начинает вот подходить к тебе, все время какой-то прогресс идет. Он тихо, но он постоянно идет. Это такое чувство, знаете. Это просто рыдаешь каждый раз, когда что-то происходит. Вот сидит там пару метров у тебя, а вот в один день она сядет рядышком. Она еще не подпустит тебя, но она уже хочет с тобой общаться. И вот действительно, это неописуемое чувство. Вы, наверное, про каждую кошку можете рассказывать истории, как про человеческую жизнь. Не знаю. Я их уважаю за такими, какие они есть. И я очень радуюсь, если они подпускают человека, и это появляется у них свой друг. Это семья. Это как и человек. Ну да. Я считаю, что это, конечно, большая такая ценность, когда человеческая душа раскрывается, и вообще как бы мы в мир приходим для того, чтобы творить добро. И действительно, если вот есть такая возможность у кого-то взять кошку хотя бы на какое-то временное жительство, то обращайтесь к Кристине, мы дадим все координаты, поможем, и все дружно сфотографируем, и придем в гости. И если есть у кого-то возможность, у нас нету спонсоров, к сожалению, у нас организация маленькая, у нас три человека. Не так, как в больших организациях. У нас в Сталине семь больших организаций, которые так же, как мы, занимаемся. И своего свободного времени, и своих собственных денег, как бы... Ну, это благотворительность, да. Что если у кого-то есть возможность, хотя бы, например, корм, консервы они обожают, просто консервы, или даже ежемесячно перечислять нам, например, 1 евро, 5 евро. Это очень помогает нам, очень помогает, потому что у нас действительно на зубного врача уходит каждый месяц где-то 1000 евро у котиков. Но мы не можем этого не делать. Я возьму хотя бы действительно в банке долг, но мы все сделаем для них. Потому что, как и человек знает, что значит зубная боль, так и что... И всегда перед тем, как мы даем на передержку или в новый дом, мы делаем полное обследование их здоровья. Кровь проверяем, все проверяем. То есть, чтобы животное было здоровое и не приносило каких-то дополнительных хлопок. Потому что они не жалуются, они по своей натуре позитивные. Даже если у них какая-то боль, они живут с ней, они не умеют как-то нам показать. Так что мы их всегда проверяем потихоньку, каждый месяц несколько кошек. И, конечно, мы боремся до конца. Нет болезни, с которой мы скажем, что вот, все, мы не будем, потому что это дорого. Мы боремся до конца, потому что они удивляют. Но ласковая кошка слишком, это что значит? Что она не ловила мышей, да? Нет. Мышей ловят они все, обычно. Это же хищники. Хищники, но некоторые уживаются даже с морской свинкой. То есть, они... это зависит все. Слишком ласковая, это значит, что она все время хочет быть рядом с тобой. И люди очень разные, поэтому я люблю общаться по телефону. И всегда, если новый дом или передержка, я никогда не даю просто с собой кошку, а привожу домой. Даже если это вот мы послали сейчас в Виллианде. Сажусь, еду, еду в Виллианде, чтобы самой как бы встретиться с людьми, пообщаться и увидеть обстановку и как бы объяснить. Получше понять, что люди вообще думают и какие у них... Запросы. Запросы, да. Запросы и привычки. Что они ждут от кошки. Потому что действительно, один раз мне вернули кошку, она слишком ласковая, потому что она все время хотела спать в кровати. Там одна комнатная квартира. И она все время делала лапками вот так. И женщина сказала, что кошка болеет чем-то, потому что она делает лапками вот так. Все люди, которые знают кошек, знают, что они делают лапками вот так, когда они радостны, когда им что-то нравится. Это идут от этого материнского инстинкта. Когда они пьют молоко, тогда они всегда маму вот так делают. Пьют это молоко, да, и топчатся. Вот была женщина, казалось она... Она сказала, что она любит кошек, мне по жизни кошки. А вот она никогда не встречалась с такой кошкой, которая когда ей нравится что-то... Они как люди, как люди все разные, все с разным характером. И говорю, поэтому и надо с людьми все время общаться, потому что человек может показаться очень милым, очень сердечным. Но у него свои могут быть специфические запросы на животных. Да, и свои опыты. Так что мы всегда рядом, если проблема... Всегда готовы помочь. Всегда готовы. Спасибо, Кристина. Очень интересный рассказ. Мы обязательно постараемся вам помочь, чем можем, повести большее количество народу, чтобы они про вас знали, какие замечательные люди у нас в городе, и как они помогают бедным животным. Да, если честно, женщина, которой я помогаю, да, которая тут с ними каждый день с ними 4-5 часа убирается, общается, как может, да, что она помогала и птицам. У нее тут в клетке жила один из даже голубь. В общем, она помогает людям, она всем поможет. Это не только то, что я тоже, что я только кошкам буду помогать. Если у человека открытое сердце, он распространяется на всех, кто в этом нуждается. Да, мы приютили одну собаку, которая была тут вокруг дома, беременная, бездомная, бегала годами. То есть, да, но сейчас наша миссия найти вот 58 кошек домой, этим 19 кошкам хороший дом. Хороший дом, просто свой дом и семью. Спасибо. Я вот хочу, в свою очередь, тоже внести некоторый вклад в помощь вашим животным. Дело в том, что я представляю художественную студию «Идельвейс». Это художественная студия для взрослых, где мы обучаем взрослых и рисуем очень красивые картины. И один из наших проектов, это как раз-таки будет посвящен тому, что мы будем продавать эти картины на небольших аукционах и переводить эти деньги в помощь кошельщим приютам. И поэтому, те, кто хочет научиться рисовать, приходите к нам в студию. Там вы узнаете об этом проекте. И, может быть, поможете, сможете помочь, как материально. И к тому же, научиться рисовать, это всегда очень прекрасно. И могу сказать то, что у нас у всех абсолютно получается. То есть мы обучаем таким образом, что у нас уже сразу все рисуют очень хорошие работы сразу же. И вот сейчас, в данный момент, как раз-таки мы готовим тоже такой проект, где мы будем рисовать кошек. Которые портреты кошек разных. И потом участвовать в выставках кошачьих, там где-то продавать еще эти портреты. Такие веселые, смешные, интересные. Такие, чтобы цеплялись, чтобы именно от этих портретов тоже шла доброта. Поэтому приглашаю к нам в художественную студию. Да. Вы можете рисовать. И эти рисунки будут продаваться для благотворительности. Это вы получите сами удовольствие. Будете развиваться, как художник. И будете другим помогать. Меня зовут Елена. Наш телефон в нашей художественной студии очень простой. 511-3591. И мы находимся в центре города, на улице Кентмани. Поэтому приходите к нам.